Привет, ребята! Это Оля, и я живу в Голландии. Сегодня я хочу вам рассказать о своих покупках продуктов, которые я купила вот прямо сейчас на рынке. Кстати, я не только продукты купила, но кое-что, что есть нельзя, и что можно есть теоретически, но практически я не знаю, не пробовала. Сейчас все по порядку. Первое. Все, что я вам буду показывать, я купила на Гаагском рынке. На Гаагском рынке цены значительно ниже, чем в магазинах. Качество продуктов может быть хорошим, может быть средним, может быть очень плохим, потому что это все приводит в фабрики фруктов и овощей то, что уже непригодно к экспорту. И, соответственно, что-то может быть с плесенью, что-то нет. Надо всегда смотреть, присматриваться, выбирать. Сколько я потратила денег? Сейчас посчитаем. Так, я потратила 22,5 евро. Что же я купила? Первое, что я купила, это была вот эта вот блузочка, она из хлопка. У нее вот такие вот рукава с валанчиками, очень милые. И она стоила 5 евро. Ну да, я покупаю одежду на рынке, потому что мне порой кажется, что там гораздо интереснее, проще, лучше. Я не могу сказать, что это прям, ну, фэшн-фэшн, что-то такое. Просто очень удобно, когда жарко, поехать на пляж, пойти за покупками. Мне кажется, идеальная такая блузочка на лето. Хлопок, почему бы и нет, всего лишь 5 евро. Потом я купила, тут мой котик прыгает, букетик мяты. Тут их целых три букетика, все они были за 1 евро, точнее 4 были за 1 евро, но я взяла только 3. Потому что мне кажется, что этого достаточно. И к этому букетику я взяла 10 лаймов, они тоже стоили 1 евро. И это все вместе будет добавляться в водичку, и у меня будет такая свежающая холодная вода, которую я буду брать с собой на работу и еще буду пить ее дома. Потому что мне кажется, что вода с фруктами как-то приятнее, полезнее, витаминчики. Купила огурчики. Покажу вам, как они выглядят. Вот такие у нас огурчики. По-моему, это турецкие огурцы, они абсолютно такие гладкие, без попурышек. И я заплатила за них почти 3 евро. И килограмм этих огурцов стоит 1,5 евро. То есть, в принципе, это немножко дорого, я считаю. Но они просто вкуснее, чем вот эти вот длинные огурцы. И мне приятнее их кушать, пока есть возможность их покупать дешевле, чем они будут стоить зимой. Я буду их покупать. Потом я взяла вот только стручковой фасоли за 1 евро. У нас на рынке все продается в таких вот стазиках. И вот столько было в стазике, которые я взяла за 1 евро. Очень-очень много. Но мы ждем гостей, поэтому я думаю, что мы все съедим. Потом я купила морковку. Эта морковка уже мытая. Даже еще мокренькая такая вся в водичке. И у нее была еще огромная ботва, которую там же отрубили мне, чтобы я с ней не таскалась. И, в общем, у меня морковка тоже все стоит 1 евро. Потом я купила 4 манго. Манго. 4 штучки. Они, видите, размера меньше, чем с ладошку. Очень мягкие. То есть их нужно будет очень быстро съесть. Тоже 4 штуки за 1 евро я взяла. И моя большая радость, потому что очень давно не было на рынке зеленый авокадо. Вот они, мои малыши. Мои маленькие попастенькие авокадочки. Да, все три. Я люблю им на такое зеленое, потому что оно с каким-то нежным ореховым вкусом. У него очень тоненькая кожица, которую легко снять. И оно больше по размеру, чем черное авокадо. И, я не знаю, мне почему-то больше вот именно такое нравится. И бутерброды с ним можно делать, и в салат добавлять. Можно запекать в нем яйцо, если вы хотите. В общем, очень хороший продукт. И еще я купила персики. И я взяла, ну, как всегда, тазичек. И они все посмотрели. Сейчас я вижу, что один вот такой. Плохой. Плохой-плохой. Нектарин. Это нектарин, да. Да, это нектарин, это не персики, я перепутала. Ну, сколько их там было? Шесть. Один евро тоже. И что я купила еще? Это цветочки. Я сначала купила вот эти розы. Они очень вкусно пахнут. Они стоили 3,5 евро. Здесь 20 штук. И они коротенькие. То есть, можно увидеть. И мне предложили их обрезать, но я не стала обрезать. И так как нам сегодня приезжают гости, я купила еще один букет. Вот он. А мне очень понравилось, как он сделан, потому что здесь есть георгины, подсолнух, розы, это вот, по-моему, гвоздика. Нет, это пион, маленький пион. А может быть, это гвоздика, кстати. Все может быть в этой стороне цветов. Хризантемы, фтон тоже вот здесь. Какой-то еще цветочки, я не знаю. И еще какой-то цветочек. Ну, в общем, мне очень понравился этот букет именно по колористике. То есть, у него очень красивое сочетание цветов, очень приятное. И мне показалось, что он такой нежный, романтичный. Как раз подойдет нашей гости. К нам сегодня приезжает тетя. И вот такой букетик будет ее встречать. Это все, что я купила. А, кстати, букет. Он стоил 5 евро, да. Это 5. Как кофточка. Букет или кофточка? Ну, в общем, это все, что я купила. И я осталась очень довольна своими покупками. Потому что этого хватит, в принципе, ну... Нет, это ненадолго хватит. Потому что я так много ем. Но это экономит очень много денег. Потому что я готовлю и иду себе на работу. А в магазине все-таки все стоит намного дороже. В общем, напишите, сколько стоит что у вас. Мне очень интересно. Потому что летом цены меняются. И вот это мое новое летнее видео о продуктах, которые я купила. Расскажите. Будет очень приятно узнать, сколько что стоит. В вашем городе. Что вы думаете по поводу наших цен. Да, мне это очень интересно. Сравните цены в вашем городе. И вот с теми, которые здесь у меня. И мы с вами посмотрим, что же из этого получится. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. И до новых встреч. Пока! Пока!